Сейчас мы находимся около гримерной заслушанного работника культуры Ульяновской области Фариды Каримовой, которая 30 января, то есть сегодня, отмечает свой юбилей. Фарида Каримова более 36 лет посвятила сцене Ульяновского драматического театра имени Гончарова. В Ульяновск она прилетела в далеком 1981 году вместе со своим мужем, тоже актером Михаилом Петровым. С ним она познакомилась во время учебы в Казанском театральном училище. В жизни так все интересно происходит. Видимо, какое-то есть предопределение, что было предопределено, что сюда приедем. Не раз получилось так, что это вспомнили в газете. Еще в детстве я пела песню «Маленьком и тихом городе Сибирске, там, где катят воды матроссийских рек». А потом самолет, который я училась когда в Питере, в Ленинграде тогда, он прилетел в Ульяновск. Не в какой-то соседний город, а в Ульяновск. Видимо, что-то такое было начертано, что Ульяновск будет гордым, в котором я буду жить. За 36 лет творческой деятельности Фарида Каримова сыграла более 100 разноплановых, ярких, острохарактерных ролей. Но стать актрисой не было детской мечтой Фариды Каримовой. Нет, 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 у меня не было никаких таких мечт, что я буду артисткой. Нет, нет. Это как-то получилось совершенно случайно. Я тоже уже рассказывала. Это вот не классическая история там какая-то, что вот я с подругой там пошла. Но оно так, в принципе, так и было. Мы решили просто, давай поступим в театральное. Почему? Потому что у нас одна из знакомых наших, в нашей школе учащихся, поступила в Москве. И мы думаем, может, она смогла, наверное, и мы сможем поступить. Почему? Я не знаю. Но у меня не было такой мечты, чтобы поступать в театральное. В результате они с подругой поступили в Ленинградский институт театра музыки и кинематографии. Но судьба так распорядилась, что Фариде Арслановне пришлось перевестись в Казанское театральное училище, где она и познакомилась со своим будущим мужем Михаилом Петровым. Сегодня актриса занимает уникальную нишу в актерском коллективе театра. Ее комедийное обаяние и ранимость ценят режиссеры. А роли Фариды Арслановны настолько самобытны и наполнены актерской изобретательностью, что становится спектаклем внутри спектакля. Отдаваясь полностью даже самой незначительной роли, Фарида Арслановна приковывает к себе внимание и превращает свое появление на подмостках в настоящий праздник для зрителей. Накануне юбилея нам удалось записать несколько поздравлений от ее коллег. Дорогая Фарида, Я от всей души поздравляю тебя с юбилеем. Я желаю тебе самого доброго, самого прекрасного в твоей жизни. Все, что ты себе желаешь, я желаю тебе. Я был счастлив, что в свое время судьба привела тебя в наш театр. У нас было много интересных совместных работ. Я рад, что был полезен тебе в твоем творчестве. Я от души поздравляю тебя, желаю все самого доброго. Тебе, твоей дочке, твоей внучке и твоему супругу. Мне лично очень приятно говорить сегодня в этот день слова, ну, наверное, неподдельного восхищения этой женщины, этой маленькой, скромной женщины, но очень хорошей актрисой, потому что не так давно ее знаю, но сумел оценить по-настоящему очень какой-то искрометный, замечательный талант этого человека. Пусть она будет счастлива, пусть она еще очень много творит, много делает, потому что ее любят, ее ждут, ее ценят, и пусть она никогда ни в чем не сомневается. Любимая моя Фарида Руслан. Нет, просто Фарида. Я хочу тебя очень-очень сильно любить, очень-очень сильно с тобой дружить, но на расстоянии. После того, как я знаю, что нелегкая, тяжелая судьба постигла трех режиссеров, которые хотели поставить на тебя спектакль, а такое грустное было в твоей истории. Вот, поэтому я хочу просто любить и дружить с тобой, потому что любить и дружить с тобой – это большое-большое счастье. В нашем театре сегодня огромный праздник, огромное событие, потому что всеми любимая Фарида Руслана Каримова отмечает свой юбилей, шестидесятилетие, я могу назвать ее возраст, потому что она, конечно, никак не выглядит на этот возраст. Она юна, молода, резва, я бы так даже сказала. А Фарида Руслана, она очень самобытная, очень яркая актриса. Актриса, я бы даже сказала, эксцентричная, вообще удивительной пластики. А такая актриса у нас в театре одна. И я бы не сказала, не могу еще назвать кого-то, кто бы, так сказать, был с ней вровень в каких-то вот таких эксцентричных вещах, я бы сказала. Женщина, она экстравагантная, она и актриса экстравагантная. И вообще, конечно, 36 лет работает она в нашем театре, и я бы пожелала ей еще 36 на этой сцене блистать. В преддверии юбилея театр преподнес Фариде Каримовой особенный подарок – неделю спектаклей с участием актрисы. Открыл праздничный театральный марафон премьерный спектакль «Безымянная звезда», в котором Фарида Арслановна исполнила роль мадемуазель Куком. 26 января сцену захлестнули шекспировские страсти. Кормилица Фариды Каримовой в трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» вполне может претендовать на высшую театральную награду за лучшую роль второго плана. Двигатель интриги и носитель простой житейской мудрости кормилица единственной указывает Джульетте путь к спасению и предчувствует, что показательное смирение девушки перед лицом нежеланной свадьбы грозит бедой. А для режиссеров Фарида давно стала талисманом. Все спектакли, в которых она занята сегодня, собирают аншлаговые залы. Издательский дом «Ульянская правда» присоединяется к поздравлениям и желает актрисе долгих и счастливых лет творческой деятельности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова